Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 3 сентября, день Фадея. Это один из 70 апостолов. Родился Фадей на территории Сирии. Однажды, придя в Иерусалим на праздник, Фадей услышал проповедь Иоанна Предтечи. Он принял от него крещение в водах реки Иордан. Позднее Фадей встретил самого Иисуса и стал его учеником. После распятия Христа и его божественного воскрешения Фадей отправился с проповедью в Месопотамию и Сирию. Его проповеди сопровождались чудесами исцеления. Так он исцелил царя от проказы. Сегодня также почиталась память мученицы по имени Васса Алонская Василиса. В этот день было принято убирать лен. В народе говорили, что баба Василиса о льнах радеет. Срезанный сжатый лен сначала раскладывали на лугах для улежания, чтобы из него вышла лишняя влага, а сам лен стал гибким и мягким. Далее его использовали для производства одежды. А у женщин было принято сегодня вечером собираться на вечерней посиделке в доме у какой-нибудь вдовы. Они приносили с собой домашнюю работу и коротали время в приятных беседах. Приметы. Если сегодня стоит хорошая погода, то в течение следующих четырех недель будет тепло и солнечно. Если уродилось много желудей, значит на Рождество будет много снега. Если в поле мыши делают гнезда на копнах, осень будет дождливой и долгой. Сегодня у нас в гостях подвижник здорового образа жизни, Геннадий Ко. Правильно? Здравствуйте. Я знаю, что вы в университете Ульяновске обучаетесь на физкультурном отделении. Будете специалистом? Да, конечно, безусловно, буду специалистом. Осталось совсем немного отучиться, больше половины. А специализация какая у вас? Физкультура. Физкультура, в смысле физкультуры, массаж или еще что-то? Физкультура, адаптация, в процессе будем изучать массаж, конечно же, чем я сейчас тоже практикую, занимаюсь. Получается? Да, да, конечно, безусловно. Хорошо. Я вижу у нас тут кружечки вы какие-то принесли. Да, кружечки очень интересно, я хотел показать, подарить. То есть, обращаем внимание, написано целебная кулинария, ЗОЖ плюс массаж. Это для вашей передачи эксклюзив. Спасибо большое, спасибо большое. Вот уже наша кулинария пользуется успехом, пошли уже кружечки. Очень хорошо. И, кстати, я вижу, вы принесли к нам крапиву. Да, крапива, то есть, наш исконно продукт крапива, как мы знаем. Хорошо пахает. Замечательно, сам собирал, сам сушил. Поэтому мы сегодня с вами попьем чай. Хорошо. Значит, мы заваливаем чаек, да? Да. Сколько надо пропорций, допустим, столовая ложка на литр воды? Можно столовую, можно воспользоваться чайной по старинке. Один к одному и плюс одну сверху, да? Ага. Без количества. То есть, Т3 можно смело бросать, но много будет 4. Это много, да? Вот три давайте бросим. Две с горкой как раз. Окей, две, да. И заливаем кипяточком. У нас получится травяной настой. Так, заливаем. Кстати, я вижу, вы принесли куркуму. Я знаю, что вы какой-то поклонник этого удивительного, удивительной специи. И, наверное, все это началось, насколько я понимаю, из Индии. Были ли вы в Индии? Да, да, да. Действительно, абсолютно правы. Вот, довелось побывать в Индии, там познакомиться с этим замечательным продуктом, куркумой, спицей. То есть, как говорят индусы, они кушают три раза в день куркуму. Цвет замечательный. Да, плюс это антиоксидант, мы знаем, раз. То есть, борьба с онкозаболеваниями, это два. Вот, нейтральный вкус у куркумы, что дает возможность использовать ее даже в каше на завтрак. Хорошо, действительно, куркума-то из семейства имбиревых, такая горячая специя. Плюс, вы видите, оранжевый вкус, вернее, цвет. Это очень хорошо. И что мы будем с ними готовить? Мы будем готовить сегодня удивительные тосты. То есть, для этого нам надо куркума, она у нас есть. Затем нам надо сыр. Берем адыгейский сыр, то есть, твердые сорта сыра не подходят принципиально. То есть, берем, нарезаем этот сырок. Давайте, как? Что мы делаем? И что у нас в конце концов получится? В конце у нас получатся очень вкусные тосты, которые можно употреблять, как перед чаем, к примеру. Можно использовать их за место пирожных, за место тортов. То есть, натуральные продукты плюс и полезные. И незачем нам кушать. Сахар, рафинал, ну, сами, да, понимаете. Хорошо. Ну, давайте. Кстати, куркума, как Геннадий сказал, это прекрасный антибиотик. Природный антибиотик. Поэтому, если вы заболели, не спешите куда-либо бежать в аптеку. Воспользуйтесь куркумой. Сделайте своеобразный такой чайок из нее, и будет прекрасно работать против микроу. Кстати, как спицы она улучшает пищеварение. И самое важное, нормализует работу нашей кишечной микрофлоры. А вы пока готовьте. Да, закладываем, да. Берем куркумак, есть сырок мы порезали. Воду мы поставили заблаговременно, кипяточек. Теперь туда закладываем чайную ложечку куркумы. Давайте. Закладываем. Кстати, когда мы закладываем чайную ложечку любой специи, тем самым мы в воду делаем горячее. Это значит, что она уже приобретает свойства, улучшает пищеварение, усиливает иммунные свойства и, кстати, влияет на мозговую деятельность. Делает наш ум острее. Это очень хорошая подсказка, да, ибо скоро надо ехать на сессии учиться, поэтому куркума спасет сессию. Хорошо. Так, что мы дальше делаем? У нас... Значит, что она должна закипеть? Да, да, да. Вот так, сейчас она быстренько закипит. После этого, как она закипит, что мы туда кладем? Мы закладываем уже приготовленный, нарезанный правильными кусочками сыр. Вот так. Где у нас было блюдо? Вот она у нас. Вот, есть блюдо, да. Ага. И таким образом мы с вами готовим полезный зал, как для того, чтобы у нас и пищеварение хорошо работало, и умственная деятельность была, и будем говорить, еще микрофона восстанавливается. Кстати, мы говорили, что она еще помогает от разного рода, вернее, как профилактика, от разного рода онкологических заболеваний, что немаловажно. Поэтому этот завтрак будет сытным, приятным и полезным. С точки зрения. Да, еще и самое главное, что он вкусный будет. И вкусный. Ага. Попробуйте и скажите, что так. Хорошо, 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 готовим. Я знаю, что еще, знаете, вот эта пряность куркума, она незаметнима для тех людей, кто хочет восстановиться после тяжелого заболевания, хронического заболевания. Откуда брать силы? Сила, это, можно сказать, огненный процесс, который имеется в спице, в куркуме. И вот этот, как и процесс, как раз и будет добавляться в наш организм и вести процессы оздоровления, укрепления и исцеления. Так, процесс у нас пошел. Пошел. Закипает вода. Закипает. А мы можем сделать, чтобы она закипела побыстрее. Теперь можно смело уже закладывать туда будет сыром. Давайте. Закладываем сыр. Вот так вот. А, закладываем для того, чтобы сыр у нас приобрел. Кстати, очень интересно, раз мы уже рассказываем с позиции аюрведы, с позиции восточных технологий, сыр сам по себе это, как бы сказать, субстанция слизообразующая, тяжелая. И, естественно, ну, будет перевариваться не так легко, как хотелось бы. Так вот, для того, чтобы пищеварение у нас было легким, мы используем вот этот вот раствор куркумы, который облегчит нам пищеварение и усвоение белков. Кстати, белки тут у нас полноценные. Я правильно понимаю? Абсолютно. Вот. То есть пока мы выкладываем тосты наши. Давайте. А сколько мы должны подержать, чтобы у нас вот это... Буквально 2-3 минуты нам достаточно хватает. Хорошо. То есть вот уже все кипит у нас. Все кипит. И можно выкладывать. Буквально, да, еще минуточку и начинаем выкладывать что-то на тарелочку. Берите на тарелочку, аккуратненько выкладывайте. Так, Геннадий, сейчас попрошу пока вот мед, наверное, открыть, да? И мы еще будем мед... Ой, какая она желтенькая становится, надо же. Мед открыла, а мед откуда вы взяли, я думаю, он тоже такой непростой. Да, мед тоже очень-очень вкусный, полезный. Это из поездки из Абхазии. Вот. Есть замечательный специалист. Вот, который меня доугостил этим медом. Хорошо. Я на другого меда кушать больше не захочу. Ладно, попробуем, убедимся. Я вижу, что здесь у нас все такого желтого-оранжевого цвета. Сам по себе цвет имеет огромное влияние на наше здоровье. Можно немножечко и о цвете рассказать. Кстати, вот этот же цвет, который у нас тут имеется, и сама куркума, она согревает кровь и улучшает кровообразование, что немаловажно. Также является хорошим средством для улучшения пищеварения, о чем я уже сказал. Вот. И можно еще сказать, что если вы переели, ну, там, например, пищу, особенно жирную, она будет способствоваться тому, что ее быстренько переевают. И что-то еще я нанесу на счет сладкой пищи, что они так будут тянуть к сладкой пище, к сладкоежек. Да, это абсолютно правильно сказано. Потому что в сладкоежке, к сожалению, родители, детишка маленький говорит, кушайте конфетки детишке. Да, в дальнейшем мы знаем, что у детишек проблемы с зубами, это как минимум. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах, и отвлечься от суетных дел. Физическую нагрузку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организма, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок, поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот, побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok